Сладкая жизнь стала совсем вредной. В киндер-сюрпризе нашли вызывающие рак вещества. Немецкая независимая организация по защите прав потребителей Foodwatch заявила о том, что с прилавков следует убрать продукцию киндер после того, как в ней обнаружили опасные для здоровья людей вещества. По данным немецкой независимой организации, в продукции киндер нашли мутагены и нефтеперерабатывающие масла. Однако компания не собирается изымать продукцию с прилавков. Отмечается, что организация провела тесты, в которых участвовали 20 продуктов питания. В трех из них были обнаружены опасные уровни содержания минеральных ароматических масел. В Германии готовится изъять из продажи популярный детский шоколад киндер. Контролеры нашли в кондитерских изделиях продукты, больше походящие на продукты машиностроения. В плитке каким-то образом попало минеральное масло, которое может вызывать тяжелые заболевания, в том числе и рак. Что это? Результат технологической ошибки или обман потребителей? Миниэкспертов выслушал Александр Романов. От травы в самой популярной кондитерской продукции тревогу бьют немецкие органы по контролю за качеством питания. По меньшей мере в трех наименованиях известных марок, в том числе в киндер-ридель. В России она известна под названием киндер-молочный ломтик. Обнаружены ароматические минеральные масла, смазка с контейнера. В общем, то, чего есть нельзя. Минеральное масло это продукт химической промышленности, который добывается из нефти. Он используется для того, чтобы стабилизировать наш продукт, чтобы его было проще упаковать. Это масло накапливается в организме и, соответственно, потом вызывает аллергические реакции. И не только аллергию. Немецкие специалисты предполагают, что точно так же машинное масло может вызвать рак и генетические мутации. В первую очередь обеспокоиться нужно родителям. Техническое масло, оно может быть и само по себе крайне опасно. Присадки, которые туда добавляются, они могут вызвать и раздражение желудочно-кишечного тракта ребенка, острое токсическое повреждение печени, вплоть до поражения нервной системы. Российские специалисты напоминают, что даже без маски кондитерские фабрики и так часто злоупотребляют опасными соединениями. Например, когда экономят на самом дорогостоящем компоненте шоколада, какао-масле. Без него шоколад теряет запах и вкус. Проблему решают, добавляя более дешевую химию. Для того, чтобы это пахло шоколадом, нужно добавить ароматизатор. Для того, чтобы это можно было хранить, нужен консерватор. Для того, чтобы это формовать и сделать конфету со стенкой 2 мм, нужно стабилизатор. То есть вы набираете бензойное соединение на букву Е, целый ряд, которые, собственно, и влияют на всю иммунную систему человека. Маркетологи говорят, что в современных реалиях это в порядке вещей. Рынок поделен между мегакорпорациями, которым в массе интереснее продавать, чем следить за качеством. Используя ту репутацию, которая сложила за предыдущее время, они могут сейчас, собственно говоря, снимать сливки и на товаре, который ниже качеством, чем он был несколько лет назад. Самое главное, это сделать красивую упаковку, а что внутри, собственно говоря, уже и не важно. Немецкие органы контроля в первую очередь уведомили о страшных результатах проверки производителей. Предложили тем публично отозвать канцероденный шоколад, но те отказались. Теперь результаты экспертизы стали всеобщим достоянием. И корпорациям, которые так любят экономить, грозят по-настоящему серьезные убытки от штрафов и от того, что потребители от них отвернутся.